Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем делать дождь в фотошопе, поэтому подписываемся на канал, если было полезное видео. Не будем тянуть, поехали! Для примера я взял фотографию старого ролика, из роликов которыми я делал дождь, только в After Effects. Тот кто не видел или хочет просто пересмотреть это видео, кликаем на подсказку. Но тем временем мы открываем фотографию с помощью фотошопа. Открываем слои и добавляем новый пустой слой. Открываем нижнюю палитру цветов и выбираем черный цвет. Окей, теперь нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Delete, чтобы сделать черную заливку. После этого в палитре цветов черную заливку мы меняем на белую, а в первой мы наоборот меняем на черный, не перепутайте. После следующей манипуляции мы переходим в фильтр, шум, добавить шум. Эффект мы выставляем от 120 до 140. Распределение равномерное, тип монохромный. Нажимаем ОК. Далее снова нажимаем фильтр, размытие, размытие в движении. Здесь выставляем угол, под которым у нас будут падать наши капельки. У меня это 69 градусов. Смещение ставим от 80 до 100. Так. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-T. Зажимаем Alt и немного увеличиваем нашу картинку. Вот так. Применяем. Далее в слоях кликаем на этот кружочек. И выбираю кривые. Делаем примерно как я. Как вы могли догадаться, белые черточки, это и есть наш дождь. Делайте его на свое усмотрение. Вот, у нас будет немножко ливень. Теперь зажимаем Shift и объединяем два слоя. Для этого нажимаем Ctrl-E. Тип наложения. Выбираем экран. И у нас получился дождь. Правда, не очень красивый. Переходим в фильтр. Размытие. Размытие по хаосу. Значение выставляем около одного. У меня это будет 0,7. Вот так будет получше. Кликнем правой клавишей мыши по слою. Создай дубликат слоя с дождем. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-T. Зажимаем Alt и увеличиваем новый слой. Сделаем непрозрачность. Первый слой примерно 80. Второй слой. Где-то 40. Так как у нас на фотографии пошел дождь, осталось изменить цветовой тон картинки. Переходим в слои. Кликаем по фону. Кликаем по кружочку. И выбираем яркость и контрастность. Здесь подгоняем по цвету картинку. Яркость 11. Контрастность минус 40. Теперь у нас похоже на пасмурную погоду. В следующем видео мы на эту фотографию добавим туман. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Эй, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Ну а в следующем видео я покажу, как на эту же самую фотографию наложить эффект тумана. Ну или дыма. Короче, будет интересно. Подписываемся на канал, если было полезное видео. До скорого!